В тетради, ручки, линейки и другие школьные принадлежности в этом году получили более 500 школьников. Среди них ученики средних и старших классов, а также те, кто в этом году впервые пойдут на школьную линейку. Первоклассница Настя Букова получила ценный и полезный подарок ко Дню Знаний – портфель со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Также Настя познакомилась с новыми друзьями и приняла участие в интерактивной программе. Я сегодня изучаю, что можно сделать, что нельзя делать. Ведь узнавать что-то новое так весело. Пойти в первый класс в этом году предстоит и Кириллу Леоновичу подготовить ребенка в школу в наши дни, собрать портфель, купить концтовары и красивую форму под силу далеко не каждой семье. Именно поэтому мама с сыном, не раздумывая, решили принять участие в акции. Первый год, первый класс, и нас пригласили. Спасибо за подарки. Спасибо, что вообще люди помогают, потому что очень сложно собрать ребенка в школу. Пусть наши дети учатся жить в мире, где мы помогаем друг другу, и мы таким образом соединимся. Таков девиз ежегодной благотворительной акции, посвященной первому сентября. Она стартовала 11 лет назад силами волонтеров Центра «Радость моя» совместно с Православным творческим объединением «Мир». Начинали эту акцию делать для выпускников социального детского сада. Тогда вручались примерно где-то 20-25 портфелей. А потом акция разрослась, она пошла на весь город, на школьников, которые от 1 до 11 класса. Плюс даже первые курсы ПТУ, которые у нас ребята из многодетных семей учатся, мы тоже не отказываем помощи концтоварами. Волонтеры Центра «Радость моя» в течение года проводят акции помощи многодетным и неполным семьям, пенсионерам, инвалидам и другим незащищенным категориям граждан. Для всех, кто хочет оказать посильную помощь, в Сарове по адресу Пушкина, 24А работает гуманитарный склад. Продолжение следует...